Так, друзья, пошла наша презентация. Добрый вечер, меня зовут Владислав Волков. Сегодня у нас презентация такая необычная, ну или можно сказать даже обычная, но в таком ракурсе, в боевом ракурсе, можно сказать, после поездки в город Минск, наш прекраснейший город Минск, Беларусь. Те, кто будут смотреть в записи, меня зовут Волков Владислав, закончил я технический университет по образованию, я инженер-механик. Руковожу SkyBorwell Community с 2014-2015 года, Нидерланды, Голландия, Бельгия была, сейчас Бельгия осталась и Санкт-Петербург. По Санкт-Петербургу еще у меня направление, есть наше прекрасное развитие нашего прекрасного транспорта. И это очень хорошо у нас получается. Не все моменты могу рассказать, но тем не менее, как раз эта поездка была связана практически тоже и с этим моментом тоже. Сегодня я так вскользь пробегусь по нашей технологии, по технологии Unisky String Technology, прекраснейший. На данном слайде вы видите прекраснейший Unibike двухместный. В будущем это будет, я больше чем уверен, это будет, может быть он чуть-чуть будет видоизменен. Это будет персональный автомобиль, двухместный Unibike, его аббревиатура или квалификация на бумаге U4-621. Это самый первый, самый первый образец, те, кто будет смотреть потом в записи. Это самый первый образец того красавца, который был запущен на нашем демонстрационном сертификационном полигоне или центре, я бы так сказал, в Мариной горке. Беларусь, да? Это именно та машина. И именно эта машина стоит у Анатолида Ильича в новом теперь уже офисе, в просторном таком прекраснейшем офисе. Вы видите вот на заднем плане у молодого человека, у молодого мальчишки, как раз стоит эта же самая модель. И мне довелось, я дальше покажу вам еще раз и еще раз посидеть внутри этого прекраснейшего технического, я бы так сказал, электроавтомобиля. Вот так. Потому что он полностью электрический, да? Можно смело говорить. И то, что там надпись Dubai SkyPod, эта машина, естественно, нас презентовала, нашу технологию презентовала в Дубае. В Дубае и SkyPod это наши партнеры. Так что не пугаемся. И тот мальчишка, который показывает палец вверх, классно. Я думаю, что он будет в ближайшее время. Да и мы тоже с вами застанем колоссальное количество всего того, что будет происходить в ближайшее время. На данном слайде вы видите, это фотография с нового нашего офиса у Анатолия Дуадыча Ницкого. Очень-очень удобное здание, девятиэтажное. На первом этаже, если те, кто был в предыдущем офисе, там не очень было удобно подойти или посетить Анатолия Дуадыча. Нужно было проходить через весь полностью коридор с кабинетами всевозможными работниками и служащими нашей компании. А сейчас очень удобно. Вы входите в вестибюль, там, естественно, security. И сразу же с левой стороны у Анатолия Дуадыча большой просторный кабинет. Вот на заднем плане вы видите, это разработка Анатолия Дуадыча. Как раз все связано с нашим гумусом, с нашими разработками в плане Spaceway. Там именно та инфраструктура, то биополе. И Анатолий Дуадыч не перестает в этом направлении работать. И я, конечно, поражаюсь этому. Небольшой маленький ракурс, такое маленькое видео именно по кабинету. Вот вы видите Unibike, наш тот знаменитый, да, такое обширное, большое очень помещение. Очень хороший круглый стол, помещаются все полностью инженера на совещаниях. И за стенкой там непосредственно рабочее место Анатолия Дуадыча, да, Франтишек Солар и коллега. И Владимир Маслов, мы как раз были, присутствовали и посетили именно это место. Очень прекрасное, просторное и такое светлое помещение. Очень-очень радует, что именно здесь решаются технические все моменты и вопросы по технической изменении или что-то с этим связанное. На этом слайде мне очень, он мне очень, этот слайд, эта фотография мне очень нравится, потому что здесь как раз Анатолий Дуадыч, знаете, показывает, прислонился такой, как бы так облокотился на экземпляр именно для арабских наших партнеров. И всем этим видом Анатолий Дуадыч показывает, что эта машина удалась. Эта машина удалась и действительно машина была прекрасна. Она есть, она прекрасна, она действует и она бороздит просторы. Вот как раз на данном слайде вы видите фотографии, фотографии реальные, ссылочка внизу, откуда взята эта информация. Так как по контракту от партнеров мы не можем давать первыми информацию о нашем проекте. Поэтому ссылочка всегда присутствует. Да, вот ссылочка и фотография, именно реальные фотографии из Шаржи, из Арабских Эмиратов. Где именно эта машина, тропический тип нашего электромобиля, я бы так сказал, да. Она сложнейшая машина, конечно, очень сложная машина. Но она прекрасная, она прекрасная как внутри, так и снаружи. Хотя по сложности она чуть-чуть, так я бы сказал, превосходит те машины, которые у нас сейчас бегают в эко-технопарке в Марьиной Горке в Белоруссии. Да, это станция, анкерная станция, мы уже о ней знаем. Знаем еще больше информации о нашем центре в Шарже, где строится, где мы торопимся. И на данном слайде, почему я именно останавливаюсь на этом слайде, я хотел бы обратить внимание на этот контейнер. То есть, Unicorn, машина, сама машина, которая перевозит контейнер. Было очень много внимания уделено, почему же контейнер такой зауженный или узкий, сделанный. Этот контейнер сделан специально, этот контейнер на одну тонну. И Анатолий Владимирович, я тоже задавал вопрос, и он на него ответил очень разумно и очень, знаете, так четко. Сказал, Владислав, какая разница, какой контейнер висит, подвешен на нашей машине. Самое главное, что машина тестируется, и самое главное, что контейнер был сделан под нашу анкерную опору, под станцию, под проем. То есть, и в ближайшем будущем, я, говорит, вам честно скажу, что контейнеры 20-40-футовые, конечно же, они не отойдут. Но в ближайшем будущем, и я это вижу на шаг на 3 вперед, а я, в принципе, уже теперь удостоверился, что Анатолий Владимирович четко действительно на 3-4 шага впереди. И даже по юниконту, да, потому что, вот смотрите, я где-то 3 или 4 презентации назад говорил об Мерседесе Urbanetic. Такой Мерседес тоже с шасси, с базой, остающейся в априори той же самой, а менялся именно фюзеляж, корпус. То есть, корпус был для перевозки грузов и такой контейнер для перевозки пассажиров. Но это первый уровень. Мы ушли дальше, у нас уже машина готова, машина прошла тест в Белоруссии, и машина ушла в Арабские Эмираты для того, чтобы там протестировать именно в климатических суровых условиях те существующие агрегаты, тот шасси, тот двигатель, который должен выдержать температуру. И он достойно себя повел. Поэтому он тогда четко сказал, что, Владислав, и те контейнеры 20 и 40 футовые, я больше чем уверен, и я вижу наперед, что все мировое сообщество перейдет на контейнеры где-то приблизительно до тонны. Они будут дешевле и быстрее в перевозке. И я думаю, что он прав. Я думаю, что он прав, и мы здесь точно показали, именно в этом варианте мы показали этот вариант. Поэтому машина сама, сама машина может перевозить и 20 и 40 футовые, но в данном случае, в данном случае, именно маленький контейнер на одну тонну. Это классная, классная машина и действительно супер. На этом слайде мы видим 3D-изображение того парка в Шарже, который будет сделан в ближайшее время. И вот тут внизу, как раз стрелочкой я показываю, мы видим ту линию, которая сейчас была показана на предыдущих слайдах. Я имел в виду, что подвесна провисающая система, а сам контейнер у нас уже вот именно на этой линии. И эта линия контейнерная с разворотом. И вот этот квадратик, такой красивый квадрат, это и есть наш эко-дом. И казалось бы, если посмотреть на эту фотографию, ну вроде 3D-изображение и ничего особенного нет. Но на самом деле, тот эко-технопарк, который у нас сейчас существует в Марьиной Горке, начинался точно так же. Точно так же 3D-изображение было, точно так же мы переделывали, перемещали и что-то видоизменяли. Здесь уже именно тот вид, который будет в априоре, в жизни. И здесь можно уже наблюдать четко станции и наши линии с продолжением. Кстати, здесь будет продолжение, но четко вот эта линия будет сделана. А первая линия вот именно здесь, которую мы наблюдали, с красивыми такими промежуточными опорами, да, с натянутыми тросами. Очень красивая промежуточная опора, мне она очень нравится. То есть, именно так будет выглядеть парк, демонстрационный парк в Шарже. Автомобильные дороги, журнал 12 декабря 1977 года. Именно он когда-то показывал и рассказывал на своих страницах вот об этих черчежах и рисунках Анатолия Владимировича Уинницкого. О системе шумопогашения, о системе торможения, физуля, его корпус, конечно, естественно, в масштабе. И тогда он назывался этот вид транспорта футуристическим видом транспорта. Но прошло, видите, энное количество времени. И вот такая черно-белая фотография, где Анатолий Владимирович пристально смотрит на путевую структуру. В данном случае полужесткий рельс. Он смотрит, обращает внимание именно на... Сейчас обратим внимание, секундочку. У нас прибавляется количество в интернете. Я слежу здесь тоже в YouTube и смотрю на площадке. Я очень рад. Он смотрит именно на ту путевую структуру, на полужесткий рельс. Но, знаете, у нас путевая структура изменилась. И изменилась в лучшую сторону. Мы теперь имеем четыре типа путевой структуры. Первые, слева направо. Жесткий рельс. Жесткий рельс ферма. Это для высокоскоростного, для юниконта и для подвесного и навесного варианта нашего вида транспорта. Средний гибкий рельс. Он мне очень нравится. Он настолько, как это, знаете, подвижный, что ли, или настолько гибкий, как в йоге. Именно с этим гибким рельсом или с гибкой неразрезной путевой структурой мы можем шагать на большие расстояния. На расстояние более 2000 метров. То есть, перешагивать водные преграды. И вообще, именно с этой путевой структурой мы можем использовать закон сохранения энергии. В предыдущих вебинарах и в видео у Анатолида Дадыча есть объяснение, что я имел в виду под словом закон сохранения энергии. Там, где наша машина практически не потребляет энергии, а потребляет только для того, чтобы передвинуться со станции на станцию. Но при этом она рекуперирует энергию посредством передвижения по нашей путевой структуре от точки до точки. Можно это посмотреть. И третий полужесткий рельс. Полужесткий рельс будет использоваться в городском плане. И четвертый есть колтюбинговая труба. Это для нашего самого маленького малыша. Юнивинда. Фотография мне это очень... Кстати, фотография реальная. Мне это очень нравится. Эта фотография спасибо нашему фотографу, который запечатлел шесть видов нашего вида транспорта на одной фотографии. Хотя, принципиально, у нас большое количество наших машин уже в действии. Более 11. И грузовой вы видели предыдущую фотографию. У нас есть Юникап. У нас есть Юнибайк. У нас есть бирельсовые и монорельсовые. Юнибусы от 7 до 28 человек, от 3 до 14. И, конечно же, путевая структура. Вы видите, Юнибайк двухместный на путевой структуре 3 метра от землей. Это фотография реальная из нашего экотехнопарка в Белоруссии. Это реальная фотография. Она мне очень тоже нравится. Именно на этой фотографии мы можем посмотреть, как же преобразится земля после того или посредством, я бы так сказал, посредством нашего вида транспорта. Потому что все, практически весь транспорт перенесен на второй уровень над землей. По безопасности, стопроцентная безопасность. Но земля, посмотрите, земля, как можно босиком. Антолий Радыч, кстати, в экотехнопарке субботу-воскресенье, набираясь сил и энергии для будущей недели, он постоянно ходит босиком. Я был удивлен. Всю субботу и воскресенье мы провели. В пятницу мы приехали. Всю субботу и воскресенье. Субботу и полдня и воскресенье вечер мы провели в экотехнопарке с Антоли Радычем, задавая ему вопросы и получая конкретные и очень объемные ответы. Поэтому вот именно эти фотографии, которые мы видим сейчас на слайде, вот, кстати, провисающая путевая структура, гибкая путевая структура, именно вот разрез фотографии очень классно показывает именно нашу путевую структуру. Это реальные фотографии. Это уже реальные фотографии, которые мы фотографируем и делаем именно на наших испытательных центрах. В Марьиной Горке и в Шарже. Юниконд – это та грузовая машина, я бы так сказал, да, или машина для перевозки контейнеров 20-40-футовых. И еще непосредственно, это мы сейчас видим навесной тип, а в Шарже мы наблюдаем подвесной тип именно Юниконта. Но для нашего понимания и навесная машина, и подвесная машина – это универсальные машины, которые принципиально могут быть как трансформер перетрансформированы и в том, и в ином виде. Вот как в данном случае, видите, именно на провисающей структуре испытывается именно Юниконта. И здесь непосредственно идет тестирование всех-всех агрегатов именно в суровых климатических условиях Арабских Эмиратов. И нельзя не забывать, друзья, про аэродинамику. Великолепнейшая аэродинамика, и это поражает многих. И я уже удостоверился неоднократно, вот сейчас даже в последнем разговоре с коллегами из Министерства транспорта из России, то аэродинамика именно в данном случае Юнибуса в 2017 году, да, вы знаете, мы в Санкт-Петербурге в аэродинамической трубе, естественно, это была модель масштабом 1 к 5, мы продували именно эту модель, получая колоссальные, потрясающие аэродинамические цифры, да. И вы знаете, что значение именно вот этого коэффициента аэродинамического сопротивления высокоскоростного Юнибуса мы получили теоретически возможный такой минимум, я бы сказал, вот так, да. Это прописано в книге у Анатолия Владимировича «Инженер». Это 0,004, и, естественно, о стальном колесе тоже, здесь использование стального колеса в струнном транспорте дает КПД, я дальше об этом скажу, 99,9%, то есть всего 0,1% отделяет эту систему от максимально возможного КПД, равного 100%, да. Вот этот красавец, флагман нашего вида транспорта, это высокоскоростная машина. Прекраснейшая фотография, с правой стороны мы видим станцию, это один из вариантов станции, да, получается первый уровень и второй уровень. На втором уровне, на самом верхнем, мы видим высокоскоростную модель, каплевидную, такой, стрелообразную, я бы так сказал, а на нижнем подвесная машина. Это наш экотехнопарк в Марьиной Горке, где мы как раз и испытываем на наших путевых структурах, испытываем и демонстрируем нашу технику, то есть произведенную. Ну, естественно, она здесь проходит полностью, цикл такой, циклический, можно сказать, момент проходит с нагрузкой по прокатыванию, прокатка, испытывание, доделка, доработка. Здесь инженеры работают, поэтому именно этот центр, он закрытый, как и в Шарже тоже. Сейчас коллега из Бельгии едет в отпуск в Арабский Эмират и попросил тоже, есть ли возможность попасть на наш центр. Но такой возможности, к сожалению, нет. Можно посмотреть издалека, потому что очень много наших партнеров принципиально желают попасть, но объект закрытый, тем более сейчас очень интенсивно идет подготовка к экспо, которая будет в ближайшее время. Флагман нашего вида транспорта, высокоскоростная Unibus, Unibus U4 362, высокоскоростная U362, аббревиатура, техническая аббревиатура, которая, в принципе, должна быть и присутствовать везде. Красавец, красавец. Те, кто был на инотрансе именно в Берлине, это выставка, которая проходит два раза в год, один раз в два года, вот так, один раз в два года. Те, кто был в 2018 году, помнят эту машину и помнят ее фурор, который она произвела вообще на всех тех, кто был рядом. А рядом были такие серьезные ребята из Сименса, из Хитачи и так далее, и РЖДшники тоже были, подходили, смотрели. Вот. Внутри, конечно же, внутри прекраснейшее состояние этой машины, и в чем я сам был тогда, тогда был удивлен, и на сегодняшний день я не сомневаюсь, что мы качественно можем и делаем на нашем вот этом предприятии, теперь нашу технику. Предприятие не очень большое, для тех, кто будет смотреть, это предприятие находится в Белоруссии, да, под Минском, но предприятие очень достойное. Почему достойное? Потому что такую технику, такие машины не делает никто. Это единственное предприятие, которое выпускает и делает именно наши Unigus, Unibike, Unicar, вот сейчас вышла тоже машина, да. Вот. Unitsky String Technology, наше новое здание, девятиэтажное здание, прекраснейшее здание, и я очень рад, что мы переехали все сюда. Почему я говорю мы? Потому что я отношу себя к практически, да и каждый, наверное, партнер относит себя, и правильно делает, что относит себя именно к этой технологии, потому что это здание именно принадлежит всем партнерам. Девятиэтажное здание, очень красивое здание, где все-все-все инженеры разместились на всех этажах, на разных этажах, разные подразделения. На первом этаже, я уже говорил, вот у Анатолия Владыча, именно офис для приема не только гостей и делегаций, но и инженерного состава, который спускается вниз. Вот. В недавнем, как это, времени мы с коллегами от Франтишек Солар и Владимир Маслов, мы посетили именно Минск на предмет вот разговора с Анатолием Радычем о наших дальнейших делах и непосредственно о развитии и о проектах. Это была успешная такая деловая поездка, я бы сказал, даже не просто успешная, а фурорная деловая поездка, где мы очень много, не только с Анатолием Радычем, конечно, но и с Надеждой Геннадьевной. Надежда Геннадьевна тоже присутствует везде и всегда, естественно, она помогает очень Анатолию Радычу во всем. Ну, это, я бы сказал так, вторая половинка, не только энергетическая, но и вообще половинка Анатоли Радыча. И это очень радует. Кстати, Анатолий Радыч в очень хорошей форме, в очень хорошей форме физической. Я уже ранее сказал, что субботу-воскресенье он находится в экотехнопарке полностью, он набирается сил, энергии и еще накапливает, конечно, мысли. И к нему приходит идея именно по реализации и по изменению нашего вида транспорта. Да не только вида транспорта, а вообще по дальнейшим нашим шагам по развитию. И в этом плане он молодец. Почему? Потому что мы с ним очень много, ну и коллеги тоже задавали, и я задавал очень много вопросов. И получали четкие и такие, знаете, без воды ответы. И меня очень поразило, что Анатоли Радыч в очень хорошей форме, как и Надежда Геннадьевна. Они молодцы. Они понимают, что форму надо, физическое состояние нужно держать правильное, потому что делать и сделать надо будет очень много. Мне довелось еще раз посидеть в этом прекраснейшем юнибайке. Я в нем уже не энное количество раз фотографировался и непосредственно на выставке в Дубае. Но здесь было как-то особенно по-другому, потому что он уже стоит как пьедестал, как первая модель такая, которая сделала фурор и прокат. То есть такой, ну, как это сказать, исторический момент был. Но я все равно попросил возможности и запечатлелся вот именно в юнибайке. Очень много мы разговаривали с другими коллегами. Не все можно говорить, но непосредственно вот эта фотография, которую можно было показывать. Здесь мы как раз ведем беседу с Евгением Петровым о состоянии дел и как, и что нужно подавать, какие, ну, в общем, наши шаги и вообще полностью работоспособность и, как это сказать, направленность, что ли, вот так. И вообще по подготовке проектов и вообще как относиться и как распределять и как выходить на проект, чтобы была уже и подготовка при фессибилити стадии и оплачена и так далее. В общем, очень много вопросов, очень много вопросов было проговорено. Здесь, наверное, скорее всего в одном вебинаре. Может быть, Владимир Маркович что-то об этом еще скажет, но очень много было сказано и сделано. И я считаю, что была очень плодотворная такая деловая поездка, очень важная, очень важная. И в понедельник перед отъездом, конечно, мы заехали к Анатолю Радычу в офис. И я тогда попросил Анатолю Радыча на английском языке несколько экземпляров для европейских партнеров именно книгу «Инженер». И Анатолий Радыч подписал книгу на память. И я очень дорожу. Вот, кстати, для тех, кто не знал еще, книга есть на русском языке «Инженер» и есть на английском «Инженер» тоже для наших европейских партнеров. Это очень важно для европейских партнеров прочесть эту книгу. И вообще, коллеги, друзья, кто не читал, не приобрел эту книгу, я прям рекомендую и настоятельно прошу вас эту книгу у себя на полке иметь. Вот как раз вы видите на данном слайде, что Анатолий Радыч, я дорожу этой подписью и Владислава Волкова от автора «Небесных и космических дорог» Анатолия Юницкого. «Город Минск» 19.07.2021 года. Для тех, кто не заказал эту книгу еще и не имеет, вот ссылочка внизу, по этой ссылочке можно заказать эту книгу. Не знаю, есть ли она там на английском, нужно посмотреть. Нужно посмотреть. У меня вот три экземпляра есть, я имею такую возможность. И, конечно, я очень рад, что у меня есть вторая книга, которая была подарена мне Анатолий Радыч. Причем, лично эта вторая книга, она более объемная, там более 700 страниц. «Струнная и транспортная система на Земле и в космосе». Это было в 2019 году, это была подарена книга мне и Ирине. Мне и Ирине тоже, я очень дорожу этими книгами, потому что они, ну, дорогого стоят. Дорогого стоят. И мне, ну, очень приятно, что Анатолий Радыч лично подарил эти книги и подписал. Так что, если вы будете иметь, или не если, а когда вы будете иметь возможность такую книгу подписать у автора, нужно это сделать. Нужно это сделать. Юницкий Stream Technologies, я уже говорил, девятиэтажное здание. Мы прошлись по зданию. Очень хорошие, просторные такие корпуса и комнаты, где работают инженеры. Очень много различных этих подразделений. И, естественно, как бы инженерный состав немного, чуть-чуть у нас поуменьшился в связи с событиями, с сегодняшними событиями в мире. Все мы о них знаем. По разным причинам, по семейным, по другим и так далее, инженеры уходят, приходят. Но основной костяк, где-то плюс-минус 600 с небольшим инженеров остался. И он такой самый-самый, самый такой сильный костяк инженерный. Это очень радует. Очень радует. И, конечно же, очень радует, что инженеры наши используют такое современное, самое современное оборудование, программное обеспечение. И вообще работают на такой технике бомбовой, я бы сказал так. Это очень радует. И много их сделано. Вы знаете, колоссальное количество, что они нам показали, что уже сделано и что ведется. И, конечно же, вот эта программа, Desal System, она, конечно, просто потрясающая. Создание 3D-моделей сопряженные, они сопрягаются с реальностью, где происходит именно контроль качества. И я еще раз поймал себя на мысли, что когда-то я уже был на заводе, присутствовал и именно наблюдал такой момент. Вот на данном слайде вы видите, когда инженер подошел и изменил в детали маленькие цифры. И деталь, естественно, деталь не подходила в какое-то пространство, там чуть-чуть прям не хватало миллиметра. И именно на этом экране инженер исправил. И деталь тут же была изготовлена четко, как нам необходимо. Это очень классно. Это очень классно, что мы имеем такое оборудование и такие программы. И это нужно. И это нужно. Мы много тоже говорили с Анатолием Владимировичем про наше колесо, про шумоизоляцию. Я спрашивал именно про резину, про это, про токосъем, про передачу, про именно ведущее колесо рельс, как токосъем происходит. Ну, технические моменты. Может быть, я в следующих вебинарах расскажу, чтобы сейчас не загружать. Это я для себя лично там пометил. Вот. Именно вот в системе стальное колесо, стальной рельс, я еще раз обращу на это внимание, да, эффективность движения по путевой структуре, имеющей КПД, вот 99,9%. И это действительно реальность, которую мы показываем. Это действительно так. И РЖДшники были удивлены, что у нас такие показатели. Но это действительно так. Не только такие показатели были, вернее, не только такие показатели есть сейчас, но они были и тогда. Это не прям-прямо вот сейчас. Если мы посмотрим в историю, да, вот в этой книге, в «Инженер» очень много, кстати, сокровенного и откровенного, я бы так сказал, откровенного Анатолий Ладович доносит до читателя. Вот те именно строительные моменты, реализация на практике. Очень много фотографий таких вот, которых не найти в интернете. Вот даже вот эти фотографии, вы видите, да, наша анкерная опора. Первое – это в озерах, где ЗИЛ колесил вот этот вот дедушка нашего вида транспорта. Мы здесь испытывали путевую структуру. Не ЗИЛ. Путевую структуру, показатели и именно цифры, они нам очень пригождаются даже сейчас. На сегодняшний день и те дипломы, и те патенты, которые тогда были получены, они нам тоже пригождаются. Конечно же, видоизменилась анкерная опора. Конечно же, видоизменились натяжения и все возможные конструкторские моменты, они улучшились. И это должно быть так. И очень много в книге, конечно, написано о Надежде, о семье. Я имею в виду о Надежде, о супруге Антоли Ладыча, Надежде Косаревой, о семье и о других моментах, которые присутствуют. Миральный директор ЗАО «Струнные технологии» Надежды Косарева. Мы с ней тоже общались, очень хорошо общались и много говорили по поводу поставок, по поводу успеваем, не успеваем, где что. Конечно же, ситуация в мире не может не повлиять на нас, она влияет, потому что поставки задерживаются, смещаются. Но, тем не менее, основные партнеры, основные партнеры, они не уходят. И, конечно же, они остаются, и мы работаем. И это очень важно. Вы знаете, что партнеры, такие центральные, ключевые партнеры в Европе, они видят в нас стратегическое взаимодействие вместе с нами и стратегических партнеров на будущее. Потому что они видят потенциал технологии и вообще видят потенциал того, что происходит. И не говоря уже о том, что технология — это спасение Земли, дело рук землян. А, естественно, спасти Землю можно только через новейшие инновационные технологии, те, которые не губят нашу планету. И к этому мы идем. И самое главное, самое отрадное, что это понимание есть и у вышестоящих людей, те, кто занимают вышестоящие посты. Эко-технопарк. Вот на данном слайде вы видите эко-технопарк. Это фотография из книги, тоже прекраснейшее место. Оно, кстати, очень видоизменилось сейчас, очень видоизменилось, совершенно по-другому стало. Анатолий Ладович очень много работает черновиков. Почему я этот слайд показываю? Потому что с правой стороны как раз есть черновик, имеющий индивидуальность. У Анатолия Ладовича очень много черновиков. И он очень много пишет в таких тетрадях. Я так предполагаю, что мысли и конкретных каких-то вещей он записывает очень много, а потом их анализирует. В данном случае мы видим как раз наш рельс и наполнение ее струной. Но струна, в последнем разговоре с Анатолием Ладовичем мы тоже говорили по поводу тросов. И я дальше покажу фотографии именно тросов, которые пришли из Бельгии. Последний заказ это был. И Анатолий Ладович говорил, что мы видоизменяемся и переходим немножко на другое, на улучшенное состояние внутри, где будет не трос, а ленточная составляющая. Такая составляющая из 800 пластинок ленточных. И это для чего? Это был задан вопрос. Для чего это нам необходимо? И он ответил, что долговечность нашей рельсы, рельс струны четко будет тогда сопрягаться с заявленной. То есть 100 лет и более. Вот так. То есть 100 лет и более. И мы сейчас ищем партнеров, именно партнеров, которые нам это поставляют. Уже одни партнеры поставили нам. И эту информацию я не могу открыть. Но она прорабатывается. И я был очень рад. Потому что это действительно имеет место быть. И я тому свидетелю. У меня в доме есть такого тоже плана. Ленточное перило. Сделанное из 800 маленьких-маленьких орехового дерева. И я понимаю, что это действительно работает. На примере, как у себя. Вот. Дорога в Арабский Эмират. Мы очень много тоже говорили. И Владимир Маслов, и Франтишек Солар задавали вопросы про наших партнеров. И мы получили такие конкретные и серьезные ответы по поводу этого направления. Источник. Вот вы видите тоже реальные фотографии. Для тех, кто будет смотреть в записи и через YouTube. Реальные фотографии из Арабских Эмират. Именно город Шарджа. Именно станция наша. Олег Зарецкий. Очень много видео. В интернете можно найти видео, где Олег Зарецкий сам вещает и говорит на английском языке. Это мы видим сын Анатолия Леоадыща, Денис. И в одном из вопросов у нас, значит, у Анатолия Леоадыща прозвучала, почему я именно этот слайд поставил, потому что прозвучала такая мысль у Анатолия Леоадыща, или слово такое вышло, что «Восток – дело тонкое». И действительно, вот в этой книге я нашел, пролистывая эту книгу, я помню, что была такая именно часть, где Анатолия Леоадыща описывает в книге, что он имеет в виду под словом «Восток – дело тонкое». Рекомендую прочитать самим, что он имел в виду под этим названием «Восток – дело тонкое». Здесь он как раз описывает ту мысль, которую он хотел передать. Мы говорили о том, что об общепланетарном транспортном средстве, именно о SpaceWay, и в этом году будет проходить эта конференция, в сентябре месяце, 17 сентября. Я вместе с коллегами, мы побывали, были на этой конференции, на предыдущей. Она была довольно-таки успешная и продуктивная. Я получил колоссальное количество знаний и понятий и понимания. Я бы так сказал, осознанность и сознание, и осознанность были рядом. Именно для чего и почему нам это необходимо. Потому что большинство партнеров, таких глобальных стратегических партнеров, все-таки обращают внимание на эту составляющую. Вы знаете, она играет такую колоссальную роль в принятии решений. Поэтому та конференция, вот красненьким, я ввел себя специально, для того, чтобы показать, что я присутствовал там. Ну, это так, шутка. Но тем не менее. Вот. Евгений Кудряшов был, Владимир Маслов, Франтишек Солар там был, Ирина Волкова. Ну, еще многие-многие-многие другие из нашего тоже коллектива. Мы очень много тогда говорили об Экокосмодоме, но сейчас Анатолий Драдович готовит потрясающую, он сказал, будет просто колоссальная речь такая с вытекающими из нее последствиями. Ну, будем ждать, будем присутствовать, пробовать, смотреть, пробовать прорваться. Я не знаю, изменится, не изменится ли ситуация. Сейчас более-менее была ситуация такая благосклонная, и мы, естественно, проехали без всяких там всевозможных тестов, без ничего. Просто проскочили туда и обратно, никто ничего не спрашивал, не говорил, и мы ничего и не показывали. Хотя, в принципе, у нас ничего и не было. Вот. Нас как это? Ангелы ведут. Вот так. Ангелы провели нас туда и обратно. Очень легко и красиво. Чуть-чуть была заминка с приглашением на границу, но мы вырулили очень красиво. Надежда Геннадьевна Косарева помогла нам именно за полчаса до окончания работы. Девочек в офисе нам сделали новое приглашение, и мы по этому приглашению успешно проехали. Вот. Это фотографии с предыдущего, именно с предыдущей конференции. Вот как раз команда, вы видите, тех непосредственно людей, которые была. Там еще коллеги были, да. И хочу сказать, что важные очень события происходят. Очень важные события. Меняются ли люди? Почему я это поставил? Был вопрос задан Анатолию Радовичу. Анатолий Радович, а как же он вот с нашими партнерами? Видят ли партнеры в нас стратегических таких? Да. Видят и очень хорошо. И было приведено большое количество примеров, где партнеры действительно видят нас в перспективу. И вот на данном слайде вы видите катушки с тросами, да. Это последняя поставка из Бельгии. Беккарт, это компания, да. Последняя поставка до вот этих событий. То, что они смогли поставить. Потому что сама фабрика, она временно пока стоит. Чуть-чуть там что-то работает, но именно тросы пока вот в том количестве, в котором необходимо поставить, не может. Ну ничего, в ближайшее время как бы там все наладится, они набирают темпы. Но я специально вот сделал эти фотографии, где написано сверху. Вот видите, Unitsky String Technology и компания, пальцем показываю Беккарт. Это как раз бельгийская компания, которая поставляет нам, она давно уже на рынке существует, более 30 лет. Она очень тщательно отбирает своих партнеров. И почему я вернулся на этот слайд опять, говорящий, меняются ли люди? Да, Наталья Владимирович ответил, что да, те стратегические партнеры, которые на нас смотрели и как бы присматривались, поменялись. Поменялись и очень серьезно, потому что видят в нас стратегических тоже партнеров на долгие-долгие года далее. Что дальше? Было задавался вопрос, что дальше. И на энное практически, можно сказать, вот в этой книге, те, кто приобретут книги, книгу эту, на вопрос, что дальше, они ответят здесь тоже, вернее, получат тоже здесь ответ. Но Анатолий Владимирович ответил нам тоже на этот вопрос. Задавался вопрос Владимиру Масловым, Франтишком, Солар. Я тоже задавал некоторые там в другом ракурсе. Но тем не менее, что же дальше? И очень красиво все и четко разложил Анатолий Владимирович, что дальше. И, как всегда, у Анатолия Владимировича есть два варианта развития событий. Он просматривает и тот, и этот, да еще и третий вариант. Но третий вариант он присохранил, не стал выдавать военную тайну, потому что сказал, что все равно на вебинарах вы что-нибудь да проговоритесь. Но мы дали ему слово, что не будем говорить лишнего до того момента, пока информация сама не будет поступать. А информация в ближайшее время, Анатолий Владимирович сказал, что будем выдавать информацию порционно, но очень аккуратно. Потому что вот предыдущий слайд, где было Восток, где на дело тонкое, я добавлю еще Петруха, да, должны понимать, что сейчас как бы это очень-очень ответственный момент для нас. Тем более в такой сложной ситуации. Ситуация очень сложная, очень такая во всем мире, ну, многие-многие предприятия, конечно, терпят крах. Но, тем не менее, мы идем и идем очень уверенно, и Анатолий Владимирович очень четко понимает, что происходит и что мы будем делать дальше. И я этому подтверждение получил в этой встрече. Эта встреча вообще была очень важная для того, чтобы иметь понимание вот это то, что здесь написано под вопросом, что дальше. И спасибо, конечно, Надежде Геннадьевне, которая полностью поддерживает Антона Владимировича во всем. Она молодец и очень четко и корректно прослеживает все моменты и очень четко видит вообще перспективу дальнейшего развития нашей компании. Очень важно, конечно, что семья тоже поддерживает Антона Владимировича, не только жена, дети, но и сын, и ближайшие родственники. Все полностью такая команда, команда. И плюс, конечно, очень важно, что наши партнеры, те партнеры, которые именно сейчас поддерживают именно процесс развития компании, процесс становления компании, это очень важно. Антон Владимирович как никогда это понимает, потому что период сложный, период очень сложный, но мы очень уверенно и очень хорошо идем вперед. И я получил этому подтверждение. И спасибо за это большое, Антон Владимирович, что он был очень откровенный эти два дня, и субботу, и воскресенье. Денис, сын Антон Владимировича, Денис Яницкий, тоже в нашей команде. Продолжение следует. На этом я хочу сказать, что на следующем вебинаре я что-то еще посмотрю, что можно еще будет красиво, о чем можно будет красиво еще рассказать, потому что нельзя, конечно, за эти 30 минут уложить все то, что было проговорено, и на что были получены ответы на те вопросы, которые были. Да, друзья, поэтому вот так как-то вот так на сегодня демонстрацию экрана выключу, потому что как-то у нас не может настроиться у нас наша виртуальная комната. Виртуальная комната. Ну ничего, дадим время еще нашим айтишникам, потому что они запускают комнату, и потом ее опять дорабатывают. Видимо, есть моменты, которые нужно доработать. Хорошо. Мы в демонстрационном режиме все-таки проработали. Вот, на сегодняшний день у меня вот такие новости по, и не новости, а как бы я сказал, такой пробежка по нашей технологии. И смотрим за дальнейшими вебинарами, и будем вещать и рассказывать о той прекрасной технологии, которую мы с вами делаем. И я четко это знаю на сегодняшний день, что у нас с вами все получится, независимо, вообще независимо от мировой ситуации. Потому что я вот убедился даже в России с чиновниками и с Министерством транспорта наших самых двух крупных городов. Они понимают, вот, четко понимают, что на пазиках и на лиазах, ну нельзя больше ездить. Но если мы что-то сейчас не сделаем, то мы так и будем ездить на пазиках и лиазах. Получая новые лиазы, пытаясь запустить уже там, не знаю, устаревшее железнодорожное полотно, которое там было запущенное. Пытаться каким-то образом перетрансформировать, перенаправить или там сделать что-то. Но колоссальные затраты и совершенно ненужные. Поэтому приходится доказывать, приходится выступать, приходится, как это, отвечать на вопросы, оппонировать. Тяжело, тяжело, но тем не менее двигается. Двигается и очень все хорошо. Все, ребята, всем, всех благ. Я спасибо вам большое за тем, кто в интернете. Нас более 30-32 человека. И здесь у нас в комнате тоже. И те, кто будет смотреть, всем большое, огромное спасибо. И до следующих раз. До следующего раза, вот так я бы сказал. Ну или до следующих раз. Всех нам благ и счастливо. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok